добрый день сегодняшняя тема ценные бумаги и их виды то есть для начала мы рассмотрим в целом что из себя представляют ценные бумаги как таковые и в первой части рассмотрим что такое акция для чего она необходима какие свойства в себе несет и каким образом обращается на рынке ценных бумаг но начнем естественно в общем с общего понятия что такое ценные бумаги ну во первых это прежде всего документ который удостоверяет имущественные права а либо отношение займа владельца этого документа по отношению к лицу выпустившему такой документ называется ценной бумагой ну и форма как которая выпускается ценная бумага определяется национальным законодательством каждого государства также ценную бумагу принято отождествлять с особой формой капитала она может независимо от самого капитала который существует в товарной денежной форме обращаться на фондовом рынке как товар а также может приносить определенный доход права на капитал в виде ценной бумаги зафиксированы в той форме в которой выпущена сама ценная бумага как и любой капитал ценная бумага имеет свою стоимость которая по-другому может называться потребительской стоимостью те права которыми наделена конкретная ценная бумага выражаются в ее потребительской стоимости а меры реализации этих прав выступает качество ценной бумаги показателем качество ценной бумаги прежде всего является ее ликвидность то есть ее способность быстро продаваться на биржевом или вне биржевом рынке ценных бумаг а то есть если на нее постоянный устойчивый спрос понятно что чем он выше тем ценная бумага ликвиднее другое ее качество показатель качества доходность ценной бумаги то есть ее способность приносить владельцу определенный доход и третье возможный риск ценной бумаги то есть когда существует вероятность того что она потеряет полностью ликвидность и доходность либо утратит их частично такое вообще случается об этом поговорим еще в ходе сегодняшней лекции вообще история возникновения развития ценных бумаг достаточно длительная ну и первой классической ценной бумагой принято считать вексель долг который представляет из себя долговое обязательство или долговую расписку возник он около 700-800 лет назад в италии примерно в двенадцатом столетии надо понимать что италия считается родиной капитализма по сути который зародился примерно в этот период двенадцатом тринадцатом столетии как все мы знаем начинается итальянское возрождение на базе городов независимых такой страны конечно же как италия в те времена не не существовало по сути своей на пеннинском полуострове существует достаточно большое количество городов флоренция самый известный из них венеция генуя тоскана и другие которые по сути своей являются независимыми полисами какой-то степени и основа их благосостояния является конечно же морская торговля то то есть единственный возможный способ в те времена перевозить большие объемы на дальние расстояния и соответственно получать на этом значительную прибыль то есть ну и само положение пеннинского полуострова позволяет расширить максимально торговые пути и соответственно на этом зарабатывать и вот как считается и первые банки и первые ценные бумаги и вообще итальянские города по сути стали своеобразной родиной капитализма вот и появляется в это время вексель сказать что это была самая первая бумага ценная наверное нельзя еще и в древней греции существовали расписки да еще и задолго до гребни древней греции расставщичества долговые расписки как таковые существовали ну раз уж мы по сути своей являемся сегодняшняя глобальная система капиталистическая по сути своей является так сказать последователем ведет свои корни вот зарождение капитализма в той примерно форме в которой он существует сейчас то будем брать за точку отсчета примерно наверно двенадцатое столетие ну и следующими государствами которыми в общем там следующими так скажем государствами которые принимают эстафету капитализма в западной европе соответственно через два-три столетия становится города нидерландов то есть они тоже начинают приближаться к уровню итальянских городов по своему развитию фактор такой что во-первых морская торговля а во вторых начинается время великих географических открытий и начинается эксплуатироваться достаточно нещадно колонии и в это время примерно так же начинает возникать и развиваться ценные бумаги том примерно виде в котором мы с вами их знаем сейчас и родины непосредственно первых бирж первых возникших на тот момент акции является портовый город город отвертым которые на тот момент и естественно находится под властью нидерландов через некоторое время в результате войну переходит испания в 19 веке уже отделяется от нидерландов и остается в составе независимой бельгии но на тот момент это все нидерланды торговые портовые города и начинается период интенсивного роста капиталистического способа производства развития морской торговли а также значительный рост новых географических открытий все это 16 век начинает бурно развиваться европейские компании такие допустим как нидерландская ос индийская компания они объединяют средства купцов промышленников судовладельцев для финансирования морских экспедиций объединяют этот капитал на паях а для удостоверения права собственности на пай выпускает соответственно свидетельство то есть фактически ценную бумагу которую начинают называть акции и такие компании соответственно называются акционерное общество их акционеры владельцы акций имеют право получать часть прибыли в случае успеха задуманного мероприятия то есть акции как ценная бумага стали служить одним из инструментов привлечения и концентрации капитала для осуществления крупных экономических проектов ряд историков вообще считает первым акционерным обществом банк святого георгия в генуи который акционировался в 15 веке он впервые использовал классическую ныне схему управления акционерным обществом а его капитал был поделен на доли удостоверенные акциями которые имели свободное обращение а также они наделяли своих владельцам владельцев правом голоса пропорционально числу акций и право получать часть прибыли общества в виде дивидендов высшим органом управления банков являлось собрание держателей владельцев акций то есть акционеров данная схема управления акционерным обществом в общем-то не претерпела принципиальных изменений и до нашего времени эпоха великих географических открытий которая наступила уже после экономического подъема италии резко ускорила рост производства в западной европе и объемы мировой торговли из нового света в европу хлынул огромный поток различных товаров в странах имеющих большой торговый флот а именно в голландии англии франции испании начали создаваться и увеличивать объемы деятельности различные акционерные общества посредством акций привлекающие капиталы для осуществления морских экспедиций также в начале 17 века в амстердаме возникает фондовая биржа где свободно начинают торговаться акции и в том числе они предлагаются для продажи третьим лицам ну вот здесь на слайде в общем то та самая первая биржа которая появилась в амстердаме ну давайте перейдем непосредственно к экономическим реквизитам ценной бумаги что не из себя представляет каждая ценная бумага в современной экономике имеет свои юридические и экономические характеристики которые обобщенно можно назвать реквизитами ценной бумаги и юридические реквизиты устанавливаются соответствующими законами и их уместно разделить на следующие группы первая группа таких реквизитов это форма существования ценной бумаги в соответствии с современным действующим законодательством ценные бумаги могут существовать как в документарной форме то есть оформленные на бумажном носителе на слайде можно видеть да вот конкретно ценная бумага непосредственно на свидетельстве на красивом таком бланке и может существовать на данный момент и без документарная форма или по-другому их сейчас называют ценные бумаги в электронном виде то есть это записи в депозитарии на счетах непосредственно конечно же такая форма значительно позволила ускорить оборот ценных бумаг на биржевом и вне биржевом рынках а также значительно сократить издержки их обращения и хранения другая группа экономических реквизитов ценной бумаги срок существования обращения ценной бумаги это обозначенный срок длительность обращения ценной бумаги установлены условиями ее выпуска а либо прямо закрепленный в национальном законодательстве ну и вот здесь для примера можете видеть да такой вот вексель то есть который предписывает выписан он 1 июня 1918 года а предписывает 30 декабря 1918 года посему векселю то есть через полгода повинен я выплатить петрограде обществу юго-восточных железных дорог 50 тысяч рублей вот и соответственно фамилия имя отчество сергей николаевич фамилию к сожалению тут не могу разобрать то есть вот данном случае срок существования ценной бумаги будет соответственно полгода далее третья группа принадлежность ценной бумаги то есть зависимости от национального законодательства каждой страны ценные бумаги выпускаемые в различных странах могут быть как именные так и на предъявителя на бланках ну либо записях на счетах в депозитарии именных ценных бумаг указаны реквизиты юрлица либо данные физического лица которым принадлежит данная ценная бумага то есть на слайде слева ценная бумага соответственно акция выдана инженеру технологу владимиру егоровичу серебрякову то есть это конкретная именная ценная бумага куда вписано фамилия имя отчество должность владельца данной ценной бумаги а вот справа акция соответственно рижских сталилитейных заводов на 250 рублей она на предъявителя непосредственно то есть конкретный владелец за ней не закреплен в данном случае следующая четвертая группа обязанное лицо по ценной бумаге то есть на ней всегда указывается кто является имитентом этой ценной бумаги то есть кто ее выпускает ну в данном случае соответственно общество юго-западных железных дорог номинал ценной бумаги также всегда обозначается на ней то есть мы видим пять облигаций каждая 125 рублей металлических и шестая группа это предоставляемые права ценной бумаги что она позволяет какие проценты дивиденды права голоса и так далее получить ее владельцу но в данном случае это облигация и указано что это 4 процентный долговой заем вот собственно мы здесь перечислили все свойства экономические которые свойственны реквизиты экономические реквизиты свойственны ценным бумагам ну теперь непосредственно перейдем к видам ценных бумаг и сегодня рассмотрим акции что такое акции вообще современное законодательство большинства стран мира а считает акционерным обществом коммерческую компанию уставный капитал собственные средства учредителей который разделен на определенные доли данные доли естественно удостоверяются акциями и наделяют владельцев акции правом собственности на эти доли ну а также правом получать дивиденды доходы по акциям и правом принимать участие в управлении обществом если это обыкновенные акции есть такое определение у нас в законе что такое акции акционерных обществ это ценные бумаги которые свидетельствуют о внесении денежной доли в уставный капитал акционерного общества которые дают право голоса пропорционально количеству акций то есть право на управление акционерным обществом право получать доходы по акциям в виде дивидендов а также право на часть имущества пропорционально количеству акций в случае ликвидации акционерного общества ну и законы всех стран в настоящее время допускают выпуск акции как правило в бездокументарной форме в виде записей на счетах ну потому что как я уже и говорил выше это не только намного удобнее но это еще и во много сокращает издержки обращения акций в том числе на вторичном рынке давайте на примере рассмотрим соответственно как возникли первое акционерное общество принципы управления которыми в общем то не изменились до сих пор ну допустим 4 акционера в данном случае учредителя говоря по современному назовем их так святой отец самый крупный из них второй банкир третий купец и капитан решают снарядить соответственно корабль в южную америку что называется на паях и для этого учреждает акционерное общество с уставным капиталом допустим 100 тысяч гульденов это та сумма которая необходимо снарядить данный корабль за товарами и весь свой уставный капитал делят на 100 акций номиналом 1000 гульденов и соответственно каждый пропорционально своему внесенному вкладу уставный капитал получает свое количество акций вот в общем то они все это собираются вместе сделать для чего собственно для того чтобы привести товары и продать их здесь в европе значительно дороже а там туземцев вы менять на различные бузы бусы побрякушки и так далее так далее то есть надо понимать что это колониальная политика и вот благосостояние современной европы одно нажито вот в общем то таким образом ну и будем считать что экспедиция была удачный случай для примера а могла быть и неудачной в общем то корабль мог разбиться могла какая-то болезнь всех выкосить мог вообще не доплыть до южной америки где-то потеряться и заблудиться и сгинуть могли пираты ограбить в общем то в нашем случае будем считать что все было удачно хотя на самом деле это достаточно большой риск по тем временам но понятно и тогда тоже эти риски страховали и затраты экспедиции составили допустим 100 тысяч вот этих гульденов это ранее совершенные затраты какие-то непредвиденные расходы в пути 37 тысяч премии капитану экипажу за удачную экспедицию 25 тысяч и затраты на реализацию привезенных товаров 28 тысяч гульденов и того затрат 190 тысяч выручка от реализации товаров 318 тысяч ну и соответственно прибыль 128 тысяч гульденов ну а могли они кого-то по пути в общем то и сами ограбить каперство пиратство это вполне для того времени 16 18 века все это достаточно развито никто из европейских аристократов не брезгуют нанимать достаточно яркий пример фресис от дрейка да когда он служил британской короне и действовал грабил в общем-то в ее интересах испанцы грабили португальцев португальцы испанцев тех и других грабили англичане голландцы и и так далее то есть иной раз и не надо в общем-то было куда-то плыть что-то выменивать тому индейцев туземцев папуасов проще было а какой-нибудь испанский галеон золотом шел ограбить его и вот тебе все затраты собственно отбились ну это колониальные войны колониальная политика это на самом деле основа благосостояния современной европы то есть по различным оценкам историков где-то рентабельность этих операций была на уровне пятьсот шестьсот тысяча процентов годовых то есть по сути это разграбление ну а потом еще начинается и раба торговля с африки сша что тоже сверхприбыль и так далее но вернемся к нашему так сказать предпринимателям и на собрании акционеров они принимают следующие решения по хозяйственной деятельности распределению прибыли то есть из сей выручки в 318 гульденов 100 тысяч они себе возвращают сразу возмещение тех затрат которые они уже понесли ранее то есть пропорционально взносу каждого учредителя но мы помним что основной учредитель святой отец не удивляйтесь это нормально церковь крупнейший капиталист и феодал в позднем и в среднем и в позднем средневековье и в раннем тоже вот далее оставшуюся прибыль сто двадцать восемь тысяч гульденов они распределяют следующим образом ну вычета затраты естественно там у нас нас на предыдущем слайде были затраты то есть 100 гульденов направляют на увеличение капитала общества то есть да это правильнее называть современным термином дополнительная эмиссия акций то есть был 100 тысяч уставный капитал и еще 100 тысяч посчитали надо новую экспедицию снарядить да и соответственно было 100 акций уже теперь 200 акций и 28 тысяч гульденов распределяется в виде дивидендов между участниками акционерами пропорционально к взносу каждого да то есть на каждую акцию выплачивается дивиденд в размере 280 гульденов и в результате решения собрания акционеров участников общества уставный капитал общества увеличился да ну все это тут я думаю достаточно понятно простой пример ну и что каждый из этих акционеров тоже можете видеть пропорционально своему взносу получают акции ну и также соответствующий дивиденд ну кто больше всех внес тут в общем то больше всех и соответственно получил как и сейчас то есть в этой принципиальной схеме со временем ничего не изменилось а принципы функционирования акционерных общества современных одни точно такие же точно такие же только что необходимо понимать что все крупнейшие глобальные у нас компании они существуют сейчас как правило в форме публичных акционерных общества такая организационная форма дает им преимущество своей деятельности которым ну что относится прежде всего способность привлекать значительные денежные средства инвесторов на мировых фонд фондовых рынках с помощью дополнительной эмиссии выпуска акций то есть когда нужны деньги достаточно провести доп эмиссию возможность выпускать также значительные облигационные займы на мировых рынках за счет чего финансировать капиталоемкие проекты также прозрачность своей финансовой деятельности поскольку все публичные акционерные общества раскрывают аспекты своей деятельности хозяйственной финансовой что также вызывает доверие инвесторов кто покупает эти акции я и облигации позже выпускаем и ну и прозрачность состава структуры собственников акционеров тоже дает ряд преимуществ при привлечении денежных средств и такой факт что 10 крупнейших по капитализации современных компаний они являются акционерными обществами что касается нашей страны то деятельность акционерных обществ у нас регулирует федеральный закон на 208 об акционерных обществах который ступил в силу еще в далеком 1995 году но неоднократно выходили изменения и дополнения практически к нему каждый год то есть совершенствовалось и в соответствии с ним в россии акционерным обществом признается коммерческая организация уставный капитал который распределен на определенное число акции одинакового номинала номинала удостоверяющих обязательные права акционеров владельцев акций по отношению к акционерному обществу никаких принципиальных различий с мировыми правилами рынка акции у нас нет россия также встроена в глобальную капиталистическую экономику как и боль подавляющее большинство стран ну и соответственно разделяет все вот риски которые существуют глобальной экономики также закона именно его седьмая статья устанавливает понятие публичного и не публичного акционерного общества публичное акционерное общество у нас может осуществлять выпуск акции путем открытой подписки акционерами в общем то могут стать все желающие и не публичное общество она закрыта и продажа третьим лицам акции может производиться только с согласия уже действующих акционеров согласен только таким образом нового основного крупные акционерное общество опять же повторюсь стремятся стать публичными акционерными общества вот так же у нас акционерное общество вправе выпускать размещать обыкновенные акции и несколько типов привилегированных акций одновременно все акции обществом выпускаются у нас теперь в бездокументарной форме то есть в виде записей на счетах у реестра держателя закон также предписывает что номинальная стоимость всех выпускаемых акций должна быть одинаковая и должна предоставлять своим акционерам одинаковый объем прав тоже касается и привилегированных акций но вот в чем различие а между обыкновенными акциями привилегированными вы в общем то можете видеть на слайде да то есть обыкновенные акции они прежде всего дают право голосом то есть право участвовать в управлении акционерным обществом ну и право получать прибыль часть прибыли общества только в том случае если собранием акционеров такой порядок выплаты дивидендов определен а если решение собрания акционеров нет то и соответственно выплаты дивидендов тоже нет а вот а привилегированная акция здесь ситуация несколько другая она не дает право голоса но по ней дивиденды фиксированы и если прибыли нет они будут выплачиваться за счет других источников но закон ограничивает выпуск привилегированных акций в 25 процентов всего уставного капитала на самом деле по факту их меньше иного раз значительно выпускает ну а что такое дивиденд тоже на здесь дано определение то есть это часть прибыли текущего года акционерного общества которое выплачивается владельцам акции ну а принимает это решение соответственно собрание акционеров но надо также понимать что выпускаемые акционерными обществами акции имеют развитый вторичный рынок то есть они активно продаются и покупаются на биржевом и внебиржевом рынке акций стоимость по которой акция обращается на вторичном рынке называется курсовая стоимость акции как правило она формируется на фондовой бирже под влиянием спроса и предложения и от номинала как от такового не зависит формируется она исключительно в результате биржевых торгов она может быть ниже номинала акции а может быть и в несколько раз выше а то и в десятки раз таких примеров тоже достаточно много все здесь зависит тот спроса и предложения ну а собственно рассматривать классические причины почему растут растет стоимость акции вкратце можно не сказать то есть что увеличивает какие факторы курсовую стоимость акции то есть но это прежде всего положительные результаты деятельности общества да то есть наличие прибыли за определенный период времени квартал год и так далее есть прибыль акции будут расти в цене положительные перспективные оценки деятельности общества различными экспертами аналитиками рейтинговыми компаниями и так далее то есть есть рейтинговые агентства достаточно известные которые присваивают определенный рейтинг акциям и в зависимости от этого их стоимость может расти может падать в целом стабильный рост данной отрасли экономики где работает акционерное общество тоже способствует курсовую росту курсовой стоимости акций допустим растет цена на них да ну и акции нефтяных компаний соответственно тоже вырастают растет цена на металлы соответственно и курсовая стоимость акций тоже также растет далее в целом высокие показатели роста ввп данной экономики в чей юрисдикции юрисдикции осуществляет деятельность данная акционерного общества и так далее что влияет на снижение курсовой стоимости опять же я сейчас перечисляю классические вещи но поставить последнее время курсовая стоимость акций зависит несколько от иных факторов к сожалению особенно в период кризиса что снижает отрицательные результаты деятельности то есть наличие убытков до общества кризисные явления в данной отрасли экономики ну к примеру резкого упал объем авиаперевозок пассажирских за пандемии на на данный момент соответственно акции компании авиакомпании пошли вниз ты вот в целом кризисные явления в экономике государства где работает данное акционерное общество и отрицательные рейтинги которые будут выставлять различные рейтинговые агентства снижение цен на продукцию данных акционерных общества ну или услуги те которые они оказывают финансовые например вот но последнее время мы к сожалению наблюдаем такие явления в мировой экономике как экономика сама по себе фондовый рынок где обращаются акции сам по себе непонятно иной раз от чего от многих факторов в случае глобальных спекулянтов зависит цена на акции то есть эти спекулянты то уронят эту цену то поднимут устраивают хаос на этом фондовом рынке то его падение то подъем и так далее и стоимость курсовая стоимость акции она иной раз к сожалению в отрыве от реальной деятельности их эмитента эмитент может работать все у него в принципе может быть достаточно неплохо акции его в разы может изменять свою стоимость к сожалению это на данный момент нередкое явление поэтому весь по себе сам фондовый рынок это своего рода большое казино не основные деньги делать конечно крупные очень спекулянты вот а все остальные большинстве своем как правило могут проиграть когда он начнет падать этот рынок допустим вот еще раз на слайде те фактор факторы которые классические я бы их так назвал которые увеличивают стоимость или снижают курсовую стоимость акций напомню что к номиналу она не привязана в общем-то они никоим образом до номинал сам по себе от номинала будет считаться количество голосов от номинала будет считаться соответственно дивиденд а вот на рынке эта бумага может стоить совершенно по-разному ну и здесь источники которые были использованы на сегодня все следующий раз рассмотрим другие виды ценных бумаг